Мои дорогие, сегодня у нас понедельник. Я все-таки начала снимать вышивальную неделю. Начинаю с погоды. У нас сегодня МЧС прислал сообщение, что будет вселение ветра до 20 метров в секунду. Целый день дает дождь, погода, конечно, ужасная. Рано утром был врач. Сейчас уже время обеда. Очень рано сегодня утром пришел доктор. Поставил вирус. Я, конечно, не знаю, как они без анализов определяют. Что удивительно, лечение нам назначили ковидное. Когда Серафим болел несколько раз ковидом, точно такое же лечение нам назначили. Витамин D, витамин C, в принципе, больше ничего, кроме как полоскать бурно, капать нос и так далее. И заливать температуру, естественно. Так, ну а вышивать я беру свой любимый процесс. Риолис, спану ежевики. Продвижение моей прошлой вышивальной недели, девочки и мальчики. Так, и вот мне что осталось из первого листа. Не знаю, получится или нет мне дошить этот весь лист за эту вышивальную неделю. Но, по крайней мере, можно постараться. Так что буду вышивать осенний процесс Риолис. Такие красивые пухлые крестики, яркие. Шикарный процесс, девчонки. Я очень им довольна. Легкий, быстрый. Вышивается на одном дыхании. Пошла вышивать. Сегодня у меня уже вторник, вечер. Я решила к вам подключиться, показать свои продвижения небольшие. Вышились у меня в правой части ягодки. И я пришла к такому мнению, что правая часть у меня двигается, а левая стоит. Поэтому вчера я приступила отшивать левую часть работы. И вчера я отшила уже вот этот вот первый цветочек ежевички. Сегодня приступила вот ко второму цветочку. Но вчера я работала в этой области сначала. Что хочу сказать. Вот по схеме это выглядит примерно вот таким образом. Конечно же, вот эти вот цветочки вышивать намного сложнее, нежели вот эти вот листики. В плане того, что здесь идет и частая смена ниточки. И есть не то, чтобы одиночные крестики, но крестики в разбор, в разброс. Вот видите, такие вот разбросы в крестиках. Так что на этот цветочек у меня, наверное, где-то час ушел. Представляете, частая смена ниточки. Больше времени уходит на отшив вот этих цветочек. Как-то вот ягодки, листики у меня очень быстро вышиваются. Но сегодня я буду точно продолжать сейчас вечером вышивать эту работу. И, наверное, завтра покажу вам продвижение. И мы сменим с вами процесс. Мои дорогие, сегодня уже среда. Я решила вам отчитаться по процессу от фирмы Риоли с паной ежевики. Вчера я работала в левой части картины и вышла вот этих два цветочка, небольшую ягодку ежевички и бутончик. На это у меня ушло достаточно много времени, потому что, повторюсь, здесь есть вот такой вот небольшой разброс крестиков в виде тычинок. Поэтому побольше времени уходит, нежели на листочки. Конечно же, я планировала закончить полностью первый лист схемы, но вот мне осталось буквально немножко. Вот целый листик, пару ягодок ежевичек и половинка еще одного листика. Может быть, до конца недели вышивальной я еще раз возьму этот процесс, пока я не знаю. Планы строить не будем, но что в итоге получилось, то и получилось. В итоге я, в принципе, достаточно хорошо поработала над этим процессом. Я решила сменить процесс. Давно я его уже вам не показывала, давно я его не вышивала. И я по нему соскучилась, наверное, и вы тоже. Так, это, конечно же, тоже Риолис. Я думаю, все уже догадались, кто смотрит мне. Это Добродух Луна. Навеваю сладкие сны. Артикул 1896. Он также, как и панно ежевики, отшивается шерстью. Сейчас вам покажу продвижение своих прошлых вышивальных недель. Я его не брала, наверное, целую неделю. В руки, может быть, даже полторы. Но здесь у меня достаточно хорошее продвижение. Частично я выполняю бэк по ходу работы и занимаюсь крестиками. Когда надоедают крестики, я немножечко перехожу на бэк, чтобы потом не было очень много бэка в конце работы. Потому что бэк это тоже так достаточно муторно. Не все его любят. Но бэк творит чудеса. Так что беру Добродуха Луну. Не знаю, на сколько дней, потому что мы еще все болеем и активно лечимся. Сколько получится, столько и навышиваю. Так, пошла вышивать. Мои дорогие, сегодня уже воскресенье. Я заканчиваю свою вышивальную неделю. Сейчас покажу вам продвижение по другим своим процессам. Добродух Луна. Навиваю сладкие сны. И здесь у меня вот такие вот небольшие продвижения, но все же они есть. Я сделала бэк на четырех звездочках и чуть-чуть листик захватила. Не очень мне нравилось, как смотрелись эти звездочки, поэтому я решила и сделать бэк, и немножко позанималась фоном с левой стороны работы. Продвижения не очень большие, возможно, не такие огромные, как мне хотелось бы. Но всему вину еще один мой вышивальный процесс, который меня поглотил эти два вечера. Это жар птица вышивка на пластиковый конве. Совсем скоро Новый год, девчонки, мальчишки. Нужно делать акцент, конечно же, на елочных игрушках, хотя у меня не так много осталось наборчиков. И планирую подкупить символ будущего года зайку. Так, вышиваю я красный сапожок, и посмотрите, какие у меня тут шикарные продвижения. Я довышивала все крестики на этой вышивальной неделе и начала заниматься бэком. Посмотрите, вместо фрузелков я решила пришить белый бисер. За счет этого сделать такой более объемный, красивый сапожок или носок новогодний. Не знаю, кто как его называет. Я почему-то сапожком, но по факту это, наверное, носок. И вот отбекала черненькие желтые бусинки. Все, на что меня хватило, так как уже пора заканчивать вышивальную неделю. Все остальное по этому процессу я оставила на следующую вышивальную неделю. Надеюсь, что мне удастся сделать бэк до конца, проклеить и прошить. Ну, то есть, оформить полностью эту игрушку и уже приняться за второй носочек синего цвета. Но мне очень нравится. Девчонки, мальчишки, напишите, как вам. То есть, сейчас покажу по превью. Вот здесь идут просто такие фрузелки и точечки. Но у меня получилось более так объемненько. Конечно, времени ушло на это побольше. Помучилась я немножко, потому что бэк здесь делается в две нити. И было очень тяжело протаскивать иголочку сквозь уже прошитые крестики две ниточки. Но ничего страшного. Ну что, на этом я буду завершать свою вышивальную неделю. Она у меня получилась достаточно больше, наверное, я бы сказала, вышивальной, чем та неделя. Я потихонечку, потихонечку, медленными шажками иду на поправку. Но очень медленными шажками. Все, мои дорогие. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрите меня и подписывайтесь на мой канал. Я дружу со всеми. Смотрю вас всех взаимно. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.